Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. В Антибжуан Ляпин состоялась 107-я церемония поминования жертв геноцида армян. В Арцахе на протяжении 3000 лет было исключительно подавляющее большинство армян. Познакомимся с достопримечательностями Западной Армении Айкаберт. Командующие армией, обороны и глава делегации в Арцахе обсудили гуманитарные вопросы. Партия курдских женщин нанесла сильный отпор турецким военнослужащим в Ираке. Западная Армения экологии Малати угрожает необратимая опасность. Состоялась презентация книги Рафик Уртощана «Хнус». Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 21 апреля 2022 года под агидой мэра города Антибжуан Ле Пенжана Леонетти состоялась церемония памяти жертв геноцида армянского народа с 1894 по 1923 года. На церемонии присутствовали председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, заместитель министра обороны Республики Западной Армении Сурен Шаумян, официальный знаменосец Западной Армении, президент Национальной ассоциации армянских ветеранов-борцов за свободу и сторонников Варежа Абрамян. Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян ответил на некоторые высказывания Ильхама Алиева в посте в Facebook. Ильхам Алиев совершил очередную фальсификацию исторических фактов, на этот раз о демографии Нагорно-Карабахской автономной области. Во время мероприятия в оккупированном Шуши президент Азербайджана среди прочих лживых утверждений заявил, что в советское время азербайджанское население составляло большинство, а на самом деле все обстоит ровно наоборот. В 1921 году на момент присоединения Карабаха азербайджанское население составляло 4%, а в последующие десятилетия, по данным переписи населения СССР, в 1926 году 10%, в 1989 году 21%. Остальное население составляли армяне, причем очень небольшой процент составляли иностранцы. Неуклонно растущее количество азербайджанцев в советские годы связано с белым геноцидом против коренного армянского населения. Пусть власти Азербайджана раз и навсегда запомнят, что в течение трех тысяч лет в Арцахе было исключительно армянское подавляющее большинство. Айкаберт расположен в ущелье провинции Воспуракам в западной Армении, к югу от города Ван в долине реки Хошап, впадающей в озеро Ван. Согласно историку Хоренатси, крепость была основана Айком-Наапетом. По другому свидетельству, основателем крепости считается царь Урарту Сардурий II. Министр обороны Республики Арцах Камо Варданям принял делегацию арцахской миссии Международного комитета Красного Креста во главе с Николасом Флоре. Об этом сообщает Минобороны Арцаха. В ходе встречи были обсуждены гуманитарные вопросы. Камо Варданям поблагодарил Николаса Флоре за различные гуманитарные программы, реализуемые в Арцахе, особенно за решение проблем, обусловленных послевоенными реалиями, и выразил готовность делать все возможное для поддержки деятельности миссии. Как сообщают пресс-службы курдских народных сил самообороны, вооруженные силы Турции в результате ударов потеряли от 30 до 37 военнослужащих. Есть много раненых и пропавших без вести. Курдские партизанские формирования продолжают оказывать непреодолимое сопротивление турецким оккупационным силам. Напомним, вооруженные силы Турции совершили новое вторжение в северные районы Ирака, где расположены лагеря, склады и тайники военно-политической организации Рабочая партия Курдистана. Против 40906 горнодобывающих компаний провинции Малатия подано 944 новых иска за оценку воздействия на окружающую среду, в которых, в частности, указывается, что эти работы просто уничтожают природу. Если соответствующие органы не вмешиваются в текущую ситуацию в Малате, ожидаются большие экологические разрушения. Правительство Западной Армении внимательно следит за всеми событиями на своей территории, решительно осуждая подобные действия, требуя защиты своих прав на природные ресурсы. Презентация книги «Хнус» состоялась в книжном магазине «Зангак», автор книги Рафи Куртошьян. Это пятый том книжной серии «История Армении», инициированный специалистом по памятникам Самвелом Карапетяном, в которой представлена провинция «Хнус» в Западной Армении. Том, создан при поддержке Министерства образования и науки Республики Армения при поддержке фонда «Депи Айк», издается при содействии родственников Арутюна Симоняна. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается рекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддержать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok